здравствуйте зрители здравствуйте подписчики я сегодня злой вот кто-то меня обвиняет в том что я рекламирую старые приборы которых уже нет и вообще это древности никуда не годится я же повелся я тут начал покупать приборы в красивых мешочках ой одно вот это движение до зои зои ричметерс 409 прибор коробка красивая как увидишь вот эту вот спиральку так все сразу желание купить он не один такой который я купил для канала я вот еще взял зотик zt 102 я их купил эти приборы два прибора ой а что это такое вот зачем ремонтировать александр что такое смотрите новый приборчик новые новые у него еще даже по щупам на замер токов не отклеена наклеечка вы поняли ну просто новье и ролик чистая импровизация потому что не было планове даже снимать в общем я начал в роликах использовать вот эти приборы 1 2 красивый действительно чего я уперся в эти стрелочные приборы надо же показывать работу с новыми приборами вот я и приобрел два прибора новых и уже стал их вводить в новые ролики показывать сравнивать и вот уже сколько раз я себе говорил вот эти грабли мне уже ну просто надоели уже сколько раз они мне стучат по лбу и с новыми цифровыми приборами вы думаете у меня их не было они у меня были но для ремонта телевизоров эти приборы наверно не очень подходят и для каких-то высоковольтных цепей разве что где-то батарейки проверять 12 вольт проверять там 30 вольт проверять понимаете вот где-то очень статичные низковольтные цепи наверное они годятся так вот он у меня сгорел сгорел вчера попросили меня отремонтировать вот такой электронный трансформатор вытяжка вытяжки этот электронный трансформатор запитывает две электровампы на 12 вольт вот надо было поставить просто две лампы на 220 вольт зачем-то ставят вот такой кусок электроники и ставят две лампы на 12 вольт здесь еще и он как бы коммутационный блок и вот просто вчера на диодном масте мосту я решил замерить напряжение вот этим прибором режим DC постоянное напряжение автоматический выбор что-то в нем при этом щелкнуло и он перестал светиться вроде бы выключается включается реле щелкает экран не светится разобрал подсветка там вроде бы внутри какая-то существует но экран как будто мертвый ну что это такое тут же тут же я же думаю ну я что вообще что ли ничего не понимаю в электронике я беру тл4м ставлю предел 1000 и прекрасно замеряю здесь напряжение 270 вольт понимаете никаких проблем почему этот прибор вышел из строя что в нем могло выйти из строя естественно какая тут гарантия понимаете я его жёг как жёг я просто померял напряжение на нужном пределе говорят что здесь защита в нем два предохранителя вот сейчас буду вам показывать более крупным планом есть два предохранителя они целые что такое я надеюсь что я найду причину конечно а вот представьте вы начинающий радиолюбитель купили такую красоту за немалые деньги немалые деньги и при первых же измерениях ну я 20 раз и может быть что-то померил он новый понимаете у него наклейка еще даже вот мисс не не снята с передней панели наклеечка понимаете и вот эта наклеечка и на экране о разбираться разбирается походу вот моему возмущению нет предела понимаете нафига такие приборы ну я с вот этими приборами ну просто проблем же не имею но никаких проблем даже если случайно где-то коснулся тормознул сгорел там резистор заменил резистор все никаких проблем приборы вечные так что я прав я прав насчет надежности вот этих приборов насчет их ремонтопригодности но что это за извините это дерьмо блин дерьмо как он называется зоя зои ztx ztx до zt-x сейчас покажу вам что это крупным планом найду причину значит в этом ролике будет еще устранение этой причины если я ее найду а если не найду значит буду искать помощи у клуба радиолюбителей может кто-то подскажет не хочется так огульно все здесь паять скажем это кошмар понимаете ну шо это такое на что-то за невезуха ну понятно если только батарейки мерять вам хватит этих приборов а если где-то на на ну правильно это как вот если бы я в блоке питания телевизора замерил этим прибором напряжение на накопительном конденсаторе 300 320 вольт прекрасно измеряет тео 4 м он шо тоже выйдет из строя а зачем эти приколы вы приехали на дом человеку ремонтировать телевизор вот и у вас хлоп отказ прибора что вы будете дальше ремонтировать понимаете точнее нелогично прибор должен быть абсолютно надежным или их нужно чемодан с собой возить отдельного машине с приборами да так продолжение следует вот эта плата электронного трансформатора жирок кухонный диодный мост 4 диода емкость и здесь я стал щупами щелк приборе и все стал т.л. 4 м 270 вольт скажите мне что я сделал неправильно и нелогично да и можем рассмотреть эту интересную электронику вот так сейчас надо усложнить вытяжку да вот этот конденсатор не имеет никакого отношения к электронному трансформатору и вот я просто в шоке от таких событий просто в шоке хорошо не об этом ролик ролик о приборе вот я вам эти все скелеты покажу будет интересно значит как он устроен кнопочки у него вот так вот блочком сделаны как в пультах те же резиночки возможно со временем придется пяточки переклеивать а может и нет а адептом смазки в пультах где смазка новый прибор никакой смазки нет там же специальная силиконовая смазка чтобы мягче нажималась да там существуют такие тупые версии что завода там что-то смазывают ничего пока не смазана может потом доложат через эфир так сторону дальше как видим он совсем не пользованный а может он не с каким-то брачком попался то нет но перед этим я измерял там сопротивление нормально чтобы вы знали за что вы платите такие деньги стеклышко только что вывалилась наклеечка на нем я еще не снял даже наклеечку даже наклеечку что вы там так радуетесь когда в руку берете смотрю там я вчера несколько роликов посмотрел думаю может быть у кого-то уже что-то подобное было не было то ёлки-палки открываем отсек для батареек литье конечно красивая ничего не скажу очень просто 4 вот этих вот самореза и вот это вот крышка отделяется от передней панели вот этот вот этот вот этот вот этот и вот этот саморезик но так просто плата не вынимается она прикручена вот этими уже черненькими саморезами видите сколько их всем и сейчас наверно на коврик положу дам получше свет вот так это все устроено подымается вверх вынимается и вот эти капли но уже вот эти вот капли мне не нравятся если дело там в капли все деньги на ветер выкинул и все значит смотрите вот два транзистора справа от микросхемы да так вот прочитал что они выходят из строя если вы неправильно пользу вас да вы вставили щупы для измерения тока скажем начали измерять напряжение то вот те транзисторы выходят из строя структура нпн по моему и вот не помню полевики или подождите структура по моему н канальные полевики нашел я информацию есть такой блогер владимир есть такой блогер владимир ленин вот он немножко там по этому прибору порассказывал и у него я вычитал на его канале что вот эти q5 q4 н канальные полевики три с половиной ампера по моему 30 вольт вот их меняют при неправильных измерениях больше никакой информации я не вижу вот этот 250 миллиампер предохранитель в моем случае оказался исправен вот это вот стоит какой-то стабилитрон похоже может быть защитный даже я на нем стал мерить сегодня измерять d5 а к на нем вот такое как он будто бы в козе сейчас его подниму посмотрю а может эта цепь так и должна звониться казалось бы и за что такие деньги ну за технологию ребята за технологию вот она вот это релюшка которая там щелкает во время включения красный черный это подсветка экрана наснимал подробных фотографий размещения радиоэлементов я думаю что многим пригодится потому как очень быстро эти приходят приборы к нам и много и думаю столкнемся мы еще с очень многими неисправностями то дай бог чтоб меньше сталкивались и вот я даю побольше информации схемы конечно нет про дорожки про пайки про проходные отверстия а вдруг у кого-то стрельнет так что выгорит какая-то дорожка какие-то элементы и вот это видео я думаю поможет такого я еще не видел все в основном рассказывают про измерения сравнивают тысячные там кита соты зачем они нужны а вот эта информация ремонтная вот она будет капитально нужна я думаю уже многим нужна просто они молчат не каждый может так заявить в ю тубе как я и возможно у кого-то уже валяется вот неисправен так хорошо вот так я все снял вот он дисплей жидкокристаллический подсветка его это вот это вот пластиночка там стоит один светодиодик насколько я знаю я там уже в интернете смотрел и ребята 22 светодиодика два светодиодика и ребята там уже извращаются ставят туда не белые а зеленые красные желтые и подсветка такая красивая получается некоторые рекомендуют rgb а некоторые рекомендуют rgb поставить туда светодиоды некоторые переделывают этот прибор на литий но я еще этого ничего не успел пока что начало пользования моего прибора будет начинаться с его ремонта дисплей экран снят я ведь забыл вам самое главное показать как же он не работает как я теперь покажу а ну поверьте мне на слово экран не светится у него при этой причине но вот смотрите батарейки я поставил и вам сейчас покажу слушайте внимательно щелкнула подсветка есть видите но на экране не видно вообще ничего мертвый выключаю выключился опять включаю подсветка есть экран не светится и смотрите пикает то есть как бы есть реакция до чем же причина выключаю переворачиваю и что у нас по ремонту какая информация ну при ремонте батареечки то желательно вытащить кстати что за батареечки батарейки мне прислали вот такие тяжелые кстати не пустышки но прибор я покупал не в китае прибор покупал в украине не буду рекламировать у кого покупал потому что он на сотрудничество идти не захотел ну и зачем я буду рекламировать так смотрите ну я дотошный конечно давайте я все-таки продемонстрирую а то скажут что я огуль на кого-то обвинил в некачественном приборе давайте смотрите слушайте видите все никаких цифр ничего ну подсветка есть да вот это сверху подсветка вот подсветка есть вы видели я включал разобранный понимаете вот и там а вот заметно видите то есть светодиоды там как бы светятся почему же не работает дисплей не работает экран и смотрите выключаем а ну на кнопки реагирует давайте как бы он там что-то должен работать до выбирает пределы а ничего нет но видите такой умный и давайте все таки выключился щелкнула а может я вас ввожу заблуждение может я не вольты мерил может я мили вольты мерил а он же автоматический даже музыка он с аймакса заиграла но факт остается фактом что-то в нем не так и он вышел из строя а такого не должно быть я уже стал сомневаться муж я мили вольты нажал ну вот так вы допустим хорошо даже если так я нажал мили вольты но уже должен как-то автоматически поругаться вот там на экране и сказать что нет вот как стрелочник у него стрелка просто на максимум шкалы быстро пойдет и ты увидишь что ты меряешь что-то не то понимаете а здесь как а здесь он выходит из строя да спасибо спасибо подсветка есть диод этот я приподнял приподнял над платой и он не звонится в обе стороны не знаю что это такое и получается мой вход где-то подпаленный потому что полтора ома на корпус он звонится так вот бы схему этого прибора схемы нет но сейчас пройдусь по напряжениям вот зачем мне вот это смотрите вот вместо того чтобы сейчас заниматься работой ремонтом я вот занимаюсь устранением неисправности в этом приборе на это еще не факт что я сейчас найду то есть это может растянуться зачем это мне вот вам реклама вот для телемастера нет лучшего прибора с дисплеем обращайтесь очень аккуратно не нацепляйте пылючки отпаял батарейный отсек зря я прицепился вот сюда от плюсового щупа дорожки совсем идут другую сторону я думал что вот вот это тонко идет вот вот сюда нет нет видите куда-то в зону транзисторов q7 q6 в общем так прошу помощь зала как в поле чудес ох как не люблю я без схемы вот эти вещи делать и лезть куда-то особенно учитывая вот эту каплю и двухсторонний монтаж и переходы вот эти вот понимаете была бы схема может у кого-то уже есть опыт такого ремонта почему-то я думаю на q6 q7 мне не нравится как они звонятся значит что за транзисторы у нас значит а транзисторы у нас вот такие значит маркировка видите . y1 это q7 q6 но я так наоборот а вот q5 q4 которые уже есть опыт ремонта их замены это a6s над ним вот черточка такая hb да все остальные j3 транзисторы но там на фотографиях будет видно я так подробно снимал в общем я пока его откладываю откладываю может быть с этим роликом который я постараюсь сегодня же выложить может кто-то поделится со мной информацией в ремонте не хотелось бы мне его слушайте но не хотелось бы мне его ковырять без дела а паять выпаять хоть вроде бы фотографии есть если не туда что-то сделаешь всегда можно посмотреть на фотографиях но схемы нет не люблю я без схемы понимаете значит ролик я выкладываю может быть кто-то мне подскажет в чем проблема и что лучше сделать что лучше прозвонить ну вот такого же дорогие мои зрители и подписчики не должно быть то не должен я возиться с этим прибором после первых же ваших экспериментов а если вы вот так вот вы начинающий туда куда-то щупы поставили туда слушайте опасный прибор для начинающих вот выбросите зря деньги берите какой-нибудь старенький стрелочник и играйтесь сразу стрелочником понимаете не годится не годится такой прибор для начинающих то он даже для меня не годится батарейки проверять аккумуляторы прозванивать но для этого есть приборы попроще берешь автомат чтобы было удобно слушайте ну вот есть еще один еще этот можно полить а я теперь буду бояться его вообще включать это у нас приборы будут как свадебные генералы вот эти приборы вы поняли пишите ваши комментарии поддержите меня морально в моем таком горе спасибо за внимание подозрительно конечно что на q6 и q7 нет вообще никаких напряжений и на вот этой вот трехножечной микросхеме что это за микросхема вот такая вот микросхема я не знаю пока ее назначение тоже нет никакого напряжения память двойка двадцать четыре c 0 2 как и в телевизорах в старых двоечка так на этой микросхемы на этой микросхеме никаких опознавательных знаков нет на капельки сами тоже понимаете так так вот ну вот я могу прицепиться но может быть так оно и должно быть может это не тот режим может они как-то коммутируются других режимах понимаете когда нажимаются вот там вот кнопочки эти там срабатывают ключи я не знаю понимаете архитектура то непонятно схемы нет если бы была схема можно было что-то думать а ну ладно я пока откладываю его потому что у меня работа вот стоит надо срочно делать есть другие ведь приборы вот тот например вот этот ой чудеса да и только смотрите все же складываю назад потому что когда у меня до него руки дойдут вот эти вот трубочки они вот туда вот внутрь вставляются аккуратненько 1 отогнулась поняли вот вот такое вот устройство его а потом вот имеем вот такую вот крышку корпус ну да такой плотненький хороший ничего сказать плохого не могу вот или вот так вот просто накрыть кулёчек сложить и на полку положить и списать и забыть его как страшный сон а теперь для окончания ролика послесловие я же отремонтировал электронный трансформатор речь не о его ремонте а вот мы сейчас две лампочки до нагрузил двенадцати вольтовые там по 20 ватт по моему авоген очки они включены параллельно смотрите у меня предел измерения 30 вольт переменка шкала у нас будет работать 2 от верха от 0 до 30 я сейчас включаю этот электронный трансформатор лампочки загорятся увидели да вот они светятся он работает и я хочу на выходе электронного трансформатора на его вторичной обмотке замерить напряжение смотрите переменочка сколько одиннадцать с половиной почти двенадцать вольт видно там смотрите приближаю увидели десять пятнадцать одиннадцать с половиной вольт я замеряю true rmc что это такое там ведь какая-то частота там не синусоида пятьдесят герц он мне показывает одиннадцать с половиной вольт да хорошо это тл4м просто и легко теперь я беру ричметерс ну или его клон зотик zt 102 да и выставляю что я выставляю выставляю вольты выставляю ac true rmc так что он нам сейчас покажет давайте смотреть туда же становлюсь вот подвигаю вам плату чтобы вы видели туда же вот смотрите я еще щупы не подвел он уже там что-то что-то нам показывает видите они в воздухе так вот так чтобы было видно хорошо вот таким образом дисплей большой что-то что-то он уже там чувствует да ну хорошо становимся на обмотку становимся на обмотку что он нам показывает сейчас а ну-ка специалисты что он показывает двадцать две тысячных вольта запятая присутствует вот это ваши славные современные приборы я почему-то склонен вот ему больше доверять вот он показывает мне верно а что чудо вот это показывает я не понимаю вот он и true rmc у тебя нету там true rmc что это такое хорошо давайте может я ошибаюсь давайте частоту померяем смотрите я одним щупом там стою вот что он килогерц и 11 килогерц да хорошо дотрагиваюсь туда дотрагиваюсь 26 килогерц а чему больше верить вообще-то а ну-ка щупы наоборот я понимаю что да там возможно преобразование как раз 27 килогерц и есть но щупы наоборот нормально ну хорошо поверим что 27 килогерц теперь я убираю щупы вот тут как-то знаете я так вот так их прикладываю не не показывает вот как-то так интересно какие-то наводки были вот я держу щупы и даже 50 герц показывала ладно не будем а вот вот смотрите подумал подумал или что или это где-то у меня здесь уже какие-то частоты в помещении вы поняли да хорошо может я неправильно меряю может там надо DC померить DC поставил давайте смотреть ну нет неправильно DC постоянка AC переменка опять AC делаю давайте смотреть ну что вот он показывает вы же хвалите блин хвалите эти приборы а объясните мне старому радиолюбителю на каком пределе тут его еще надо мерить а что он мне здесь показывает он работает некорректно да хорошо я же боюсь ребята я теперь боюсь вот здесь измерять вот здесь вот вот на этом конденсаторе я боюсь теперь спалив тот прибор мне теперь просто страшно мне теперь просто страшно ставлю на приборе 300 вольт ставлю постоянку и я сейчас прекрасно проведу измерение так как бы нам чтобы вы видели что я вас не увожу в заблуждение не обманываю смотрите четко я становлюсь приборчиком сколько под нагрузкой по второй шкале от 150 до 200 195 вольт как можно было сжечь прибор а давайте вот так как можно было сжечь прибор прикосновением вот сюда ну хорошо вот я попутал щупы смотрите попутал щупы стрелка у меня бьет бьет влево все я ж не дурак долго там держать не буду скажем ничего спалить невозможно если я сейчас эти лампы выключу вот там у меня будет порядка 270 потому что без нагрузки там нет напряжения на выходе электронного трансформатора понимаете вот как я умудрился каким таким может я попутал какие-то пределы но хорошо все же кричат что в тех приборах защита делайте выводы ребята рано списывать эту технику рано рано списывать все и что все в в в в Подписывайтесь и мы еще не раз с вами увидим эту таблицу на моем канале и отремонтированные телевизоры и много увлекательного и интересного по радиоэлектронике.